Историческая мечеть Медресе, расположенная в горах Дагестана в древнем Цахури, нуждается в капитальной реставрации и реконструкции. В этом году самому первому, по мнению многих ученых, высшему учебному заведению на Северном Кавказе исполняется 950 лет. Основанное в 1075 году Медресе в свое время было оплотом исламских знаний. В каком состоянии здание находится сейчас, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Она может упасть в любой момент. Она может упасть и завтра, она может через год или через пять. Мы сами не знаем. Само местонахождение Цахурского Медресе уже создает проблему. Построенное на скалах, оно окружено обрывами, что не позволяет установить подпорки и укрепить стены. Труднодоступность архитектурной реликвии ставит перед будущими реставраторами нелегкую задачу. Но решать ее надо, ведь западная часть этого строения уже в трещинах. Требуется скорейшая реконструкция. Землетрясение, набеги и поджоги. Это здание не раз было разрушено, а затем восстановлено силами местных жителей. В советский период здесь была общеобразовательная школа. И лишь в 90-е, по желанию местных жителей, здесь вновь открыли мечеть. Медресе в Цахуре – уникальный памятник истории страны-города. Она открылась в далеком 11 веке. Учебное заведение возвели в 1075 году по инициативе визира сельдюкшского султаната Низама Альмулька. Это медресе открылось на 13 лет раньше университета в итальянском городе Болония, который считается древнейшим в Европе. Но если пора средневековья для Европы была темным временем, то для ислама стала золотым веком, эпохой расцвета науки и искусства. В разные годы за знаниями в Цахур приезжали люди со всего Нагорного Дагестана и ближайших стран. Медресе взрастило ученых, прославивших свою малую родину. Эти стены помнят студентов, ставших затем видными богословами и проповедниками. Это медресе Низамия. Ей около тысячи лет. Она знаменита тем, что здесь начали преподавательскую деятельность ученики известного ученого богослова Мама Газали. Медресе в Дагестане очень много было, но такого учебного заведения, которое университетского типа, где было общежитие, где были такие условия созданы для других приезжих, здесь обучались не только из Дагестана, даже из Золотой Орды, здесь, как говорится, документы где-то были обучались. Здесь из ближнего зарубежья обучались студенты, даже есть отдельные кладбища, где хоронили этих студентов. Помимо организации учебного процесса, здесь были налажены переписывания и перевод научных трудов. В основном с арабского на цахурский и другие языки Дагестана. В примечательской библиотеке сохранились старинные рукописи, при этом почти половина бесценных книг пропала в годы советской власти. И я думаю, если мы тоже потеряем, не сохраним это в надлежащем виде, нам наши потомки не простят это. И я, как имам Цахурской долины, я думаю, мы в ближайшее время ее аккуратно оцифруем, в ближайшее время то, что сможем перевести, переведем, иншаллах. Потому что книга, одно есть, вот эта книга, например, она книга, когда считается книгой, когда с нее получают пользу, с нее берут молодежь наша, не черпают там где-то в интернете. Цахурское медресе – объект культурного наследия регионального значения. Для его капитальной реконструкции нужна специальная экспертиза, так как ремонтные работы здесь имеют право проводить только фирмы, специализирующиеся на реставрации исторических объектов. Мы пригласили сюда два года назад казанская фирма, которая занимается архитектурными памятниками, постоянно держим с ними связь. Они пришли, здесь сканировали полностью мечеть и сказали, мечеть надо переводить от регионального на федеральный уровень, чтобы хотя бы получить оттуда какие-то финансирования. Потому что с такими средствами очень тяжело нам. Цахурцы не первый год обращаются в разные министерства, надеясь на скорое решение этого вопроса. Жемчужина Древнего Дагестана находится под надзором Агентства по охране культурного наследия. В ведомстве отмечают, что на контроле у них есть более 6 тысяч таких же исторически важных памятников архитектуры, охватить вниманием которой невозможно при ограниченном финансировании. Отчасти можно было бы решить это за счет включения различного рода федеральной программы. Но, как правило, в федеральных программах участвуют объекты федерального значения или находящиеся в федеральной собственности. Жители села, насколько я знаю, не обращались по поводу перевода этого объекта в категорию федерального объекта культурного наследия. Там процедура такая, что необходимо заключение эксперта. И уже после заключения эксперта обращение в Министерство культуры Российской Федерации по согласованию с Агентством по охране культурного наследия, с администрацией района. И уже окончательное решение принимает Министерство культуры. Потерять мечеть или даже библиотеку для местных жителей – все равно, что потерять самобытность и национальную идентичность. Придание Цахурскому Медресе XI века статуса памятника федерального значения, а возможно и внесение его в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поможет открыть новую страницу истории этой святыни. Тогда появится реальная перспектива, чтобы общими усилиями сохранить для будущих поколений этот памятник дагестанской культуры, значимой для России и всего мира. Курбан Рагимов, Амина Джавадханова, Ислам Халиков и Алиасхаб Магомедов, телеканал ННТ, Рутульский район.